На пожаре организовано два боевых участка. Первый боевой участок – это эвакуация подрадашек, второй боевой участок – тушение пожара в зрительном зале. Межведомственные пожарно-тактические учения провели в Центре детского творчества областного центра. Кроме сил городского пожарного гарнизона, в них приняли участие подразделения Биробиджанской воспитательной колонии, полиция, скорая помощь и военные. Особенностью учений стала постоянно меняющаяся ситуация. На протяжении тушения условного пожара поступали все новые, новые оперативные, вводные об усложнении обстановки. Согласно легенде учений, возгорание началось в актовом зале, после чего огонь перекинулся и на другие помещения учреждения. По прибытии первоначальная площадь загорания составила 117 квадратных метров. К месту пожара незамедлительно были высланы силы по третьему номеру вызова. Это максимальный номер, по которому прибывает полностью и поднимается весь состав гарнизона. Для успешного и по всем расчетам успешной ликвидации этого возгорания. Всего на объекте работали более 50 человек личного состава и 16 единиц техники. Из задымленных и отрезанных огнем помещений с применением спецсредств успешно спасено два человека. Все остальные покинули учреждение сразу после объявления эвакуации. В здании сегодня на первой смене именно на момент подачи сигнала находилось 93 обучающихся, 23 педагогических работника и 22 технических работника, то есть 45 сотрудников Центра детского творчества. Сотрудники чрезвычайного ведомства постоянно оттачивают свои профессиональные навыки и готовы в любой момент отреагировать на происшествия любой сложности. Ежегодно на территории ЕАО они проводят более 30 пожарно-тактических учений на стратегически важных объектах. Андрей Кирюшин, Александр Скопенко, Новости 21.